Дорожный движение Квест-игра состояла из 10 станций, на которых команды показали знания правил дорожного движения Перед детьми стояла задача рассказать о знаках для пешеходов, о том, какие медикаменты входят в автомобильную аптечку и пройти итоговое тестирование Последним заданием стало создание плаката на тему безопасности дорожного движения Стараемся детям напомнить об этих правилах дорожного движения То есть даже в рамках конкурса, чтобы у них все равно это отложилось в памяти, чтобы элементарно переход на зебре, это спешиться нужно как на самокате, так и на велотранспорте В городе реализуется муниципальная программа повышения безопасности дорожного движения на 2021-2025 годы в Самаре Одна из задач – повышение правосознания, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге В целях выполнения этих задач с 20 мая по 20 июня сотрудники госавтоинспекции проводят профилактическое мероприятие «Внимание, дети!» Как показывает статистика, именно в это время у нас происходит рост детского дорожного транспортного травматизма Потому что дети перестают посещать образовательные учреждения и большее время находятся на улице Следовательно, чаще переходит в проезжую часть, больше находится во дворах Вот уже на протяжении трех лет школьники Самары посещают занятия по предмету азбука дорожного движения Два преподавателя учебно-спортивного центра «Автогородок» рассказывают детям теорию ПДД А также проводят практические занятия Квест-игра «Вместе за жизнь на дорогах» стала выпускным зачетом для учеников Все участники успешно справились с заданиями Квест-игра «Вместе за жизнь на дорогах» Квест-игра «Вместе за жизнь» Продолжение следует...